Я много слов уже забыла по-русски. Раньше как-то побольше приходилось говорить. Так, ну, конечно, мы все приходим из своего детства. Мы уже помним, где мы родились, какие у нас родители были, какая семья у каждого. И когда мы были маленькие, ну, родители нас любили, но по-своему. Ну, как они умели, так они нас любили. Бывало, что в семье есть оба родителя. Бывало, что, может быть, только мама. И, может быть, отца даже нет. Ну, и ребенок растет, и он получает любовь, ну, как уже там есть. Но его естественная нужда, чтобы его эмоциональная, ну, как это, копилка, понимаете, как я говорю, да, понятно, она должна быть наполненной, наполненной родительской любовью. Ну, бывает дети, которые побольше получают, бывает, которые совсем мало получают любви. Ну, вот они вырастают. Они уже в свою жизнь идут. И с таким багажом они, ну, встречают, может быть, уже и своего друга, партнера, там, или девушку, или парня. Ну, такие они, два, встретились. Ну, и им кажется, что они оба любить умеют. Они любят, но они любят по-своему каждый. Каждый по-своему. Ну, как сказать, есть такое время, когда говорят, что, когда два встретились, на них стоят эти розовые очки, да, говорят, что два или три года. Такое состояние, такое состояние, что ты смотришь на своего партнера, и тебе кажется, ну, там уже все. Это самое лучшее, что я в жизни встретила. Все у него-то хорошо. Ну, прекрасно и просто. Хочу каждую минуту с ним встретиться. И никаких там плохих качеств нет. Все очень прекрасно. Но это состояние длится всего два-три года. И это вообще-то не любовь. Это вообще-то не любовь. Это увлечение, так будет по-русски, да, такое увлечение. И такое состояние для человека, оно даже, ну, такое неестественное. Я читала, что там такие там химические процессы в голове происходят, что он ведет себя как-то, ну, даже неадекватно, можно так сказать. Одержимо даже, да. Да, это неестественно. Потом это состояние кончается, проходит. И он теперь смотрит на него. Ужас какой! Так, так, кто тут рядом? И теперь он начинает смотреть совсем, да, бей, ну, натурально, естественно, да, натурально. Да, оказывается, ага, так он делает, и так он делает. Это уже совсем мне не нравится. И часто бывает первый развод как раз после двух-трех вот этих лет и происходит. Потому что пара, она настоящей любви вообще-то не дождалась. Этой любви вообще там не было. Любви там не было. Это было только все это вот увлечение. А настоящая любовь вот только потом бы началась бы. А они уже решили развестись. Все. Ушли каждый на свою сторону. Ну, вот. Так что надо терпение. И потом только все хорошее начнется. Ну, вот. Так как Библии тоже Бог нам дал дефиницию даже. Какая-то эта любовь вообще есть? Что это такое? Я не знаю, как по-русски. Это имя существительное или имя? Дарбимсвад. Творительное, да? Есть глагол. Это, да? Ну, вот. Так что, как бы казалось, что это имя существительное, любовь. Но вообще-то это глагол. Это то, что в действии происходит. Так и Бог пишет, что оно все ведет, прощает. Все там, как в Коринфянам 13 глава. Можем читать, что это вообще такое. Это не то, что было первые 2-3 года. Это не то. Ну, вот. И есть люди, которые об этом много думали. И они пришли к выводу, что есть у людей таких 5 языков любви. Как они понимают, что меня любят. И вот они пришли из своей семьи. У каждого вот свой этот язык. И очень-очень редко встречаются такие 2, у которых есть одинаковый язык. Что они и как делают, и так хотят, чтобы для него делали. Это очень-очень редко. Чаще всего очень противоположные такие получаются. Ну, первый язык любви. Ну, я буду так посчитать теперь. Я не смогу, наверное... Я не смогу перевести. Не-не-не-не-не. А, вот, вот, вот. Спасибо большое за подсказку. Да, слова признания. Есть люди, которые, если за каждый поступок, или за каждое дело, или вообще за то, что он делает в семье, он все время ждет эти слова признания. Очень-очень важно, чтобы он... Ну, хотя бы там починил что-то, гвоздик прибил там с магазина, принес хлеб или там что-то сделал, весь день он очень хочет, и он ждет, что это признание он получил. И когда он получил, тогда его... Эта эмоциональная копилка наполняется, наполняется. И когда он уже совсем полный, но он так хорошо себя чувствует, ну, признает меня. Ну, признает. Значит, любит. Значит, меня любит. Так что, если у моего мужа или у жены такой язык любви, и я это уже так начинаю понимать, что это, наверное, есть то, но мне очень надо стараться как-то... Ну, если это неестественно для меня, но мне надо как-то учиться, все-таки тренироваться, эти слова почаще, почаще все время сказать. Так, ты молодец, ты у меня гений. Ты это сделал, мне то сделал. Ну, чтобы он себя хорошо чувствовал. Так, комфортно, да? Комфортно, чтобы было, да? Вот, и говорят, что это, чтобы это научиться, это похоже как бы иностранному языку учиться. Вот сказали бы мне, вот, учись вот китайский, да? Ну, не знаю, как это, сколько времени надо будет, чтобы я этот китайский выучила. Неделю можно, ну, я не знаю, по неделю. Ну, неделю, наверное, не справлюсь. Но, ну, ничего. Я решила, что я все-таки в это направление иду и буду учиться этому китайскому языку. И я верю, что с Божьей помощью я и научусь. Ну, это процесс. Так что, вот эти слова, признание, если мы поняли, что для моего друга это важно, ну, будем тренироваться и будем это ему и говорить каждый день, да? Потом, второй язык. Второй язык – это качественно проведенное время. Вот Эва уже как бы сказала немножко об этом. Это не просто время проведенное. Вот пришли дома с работы. Вот я пришла, муж пришел. Ну, вроде и дома оба. Ну, как бы никуда не идем. Ну, дома оба. Ну, вот им время проводим вместе. Хм, а он там что-то читает в этом компьютере. Я там вот взяла это носок вяжу. Тоже что-то там музыку поставила. Вот как бы время вместе проводим. Но оказывается, это совсем не то. Ну, значит, вот проводим вместе. Ну, что, можем и чай попить? Вот глаза посмотрели. Как день прошел? Ну, вот я расскажу. Он расскажет, что там случилось. Вот у нас беседа. Вот проводим. Ну, одно. Пойдем погулять с собакой? Ну, вместе. Пойдем. Идем. Да, тоже как бы ничего другого не делаем. Ну, вот ходим. Или, ну, пойдем кому-то гости. Тоже вместе, да? Ну, как бы. Ну, что интересно. Но жена говорит, я так давно не была на концерте никаком или в театр там не ходила. Он говорит, это совсем не мое. Совсем не мое. Это так скучно и не хочу туда ходить. Ну, вот сходи с подружкой, если хочешь. Ну, я-то с тобой хочу идти. Ой, не хочу. Ну, ладно. Ну, ладно. Собрался. Ну, ну, как-то соберись этот интерес. Хоть изредка, ну, изредка как-то, ну, покажи, и вместе можем сходить. Ну, может быть, и я другой раз. Вот эта рыба совсем не нравится мне. Кушать хочу, а ловить не хочу ее. Да? Он говорит, так интересно там сидеть с этой удочкой, да? И на рыбалке. Ну, так интересно. Я думаю, ну, что там интересно? Ну, сидишь, да сидишь. Вот полдня просидел, ничего интересного. Ну, оказывается, романтика вместе. Вот как бы время приводим. Так что, ну, как-то надо вот понять. Ну, конечно, не каждый день, может быть, получится. Ну, да, ну, какие-то вещи можем подумать. И действительно как бы вслушиваться, и этот контакт в глаз держать, чтобы это не было такое, что я вроде вместе, ну, отвлекаешься со своими какими-то вещами, делами. Так, ну, вот. А, ну, вот и бывает так, что вот один, один рассказывает, рассказывает. Чаще женщины, они как этот ручей такой бурлит, 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 там что-то говорит, говорит, говорит. А он сидит, как это, да, в Сеуре. Море мертвое там, там в Израиле есть такое. Да, такое сидит, да, вот такое сидит. И что там зашло, там и осталось. И оттуда у него, да, и все там вот как бы. Так, вот так, тоже бывает так. Ну, надо тоже тогда учиться, если вот есть такое, что как-то разговор не ведется, ну, как-то тренироваться хоть одну вещь, может, день какую-то сказать, ну, что-то придумать, ну, хоть одну вещь, потом уже и две получится, может быть. Ну, и так разговор пойдет. Так. Так, что у меня тут? Ага, третий язык любви. Ну, есть люди, которые очень-очень любят подарки получать. Вот любят и все. Если подарок принес, значит, любишь меня. Вот хоть цветочек, вот хоть все равно что, конфеточку принес. Ну, что ты, ну, вот принес подарок, ну, значит, любишь меня. А вот ничего не даришь, ну, вот не любишь меня. Ну, вот я понимаю, не любишь меня. Ничего не покупаешь, ничего не даришь. Ну, не надо покупать. Хоть, не знаю, что-то там на море камушек какой-то нашел красивый. Вот, вот всю дорогу о тебе только и думал и принес тебе. Вот думал о тебе и принес. Вот подарить хотел тебе. Ой, ну, как ты догадался, так ждала. Ну, вот, так что есть такие люди, которые очень-очень любят подарки получать. Ну, значит, в таком направлении надо думать. Да. Так, ну, потом четвертое есть. Да, ну, я думаю, я вообще-то встречала многих людей, что вот это актуально. Дела любви. Так, ты можешь там, бывает, ой, ты такая там хорошая, ты такая там красивая. Там уши, уши наговорил, наговорил, наговорил. А дела все стоят. Дела стоят, ничего и не делает, и не помогает, и ничего такого. Вот только говорит. Так, бывает так, она слушает, слушает, все хорошо. А когда ты это самое начнешь что-то делать? Так что вот такой язык любви, что понимает, если ты заботишься, если ты помогаешь, если ты что-то в доме там сделал или как-то по-другому, значит, я чувствую, что ты меня любишь, ты меня ценишь, ты мне важна. Ну, так, так что, ну, посмотрите. Ну, конечно, это же на обе стороны, и мужчины. Ну, конечно, ну, конечно, она может только наряжаться и ходить, и ходить. А я каждый день голодная, и когда это ты картошку сваришь или там что-то, что-то наконец-то, наконец-то делаешь. Ну, бывает и так, и в одну сторону, и в вторую. Так что это не только про один пол, да. Ну, вот. И, конечно, и наше женское и мужское мышление, оно очень отличается. И много ссор в семье из-за этого получается, потому что мы же такие разные. Одни из Марса, другие из Венеры, да. Это совсем что-то такое. Ну, это юмор, вы понимаете, да. Совсем по-другому. Каждое мышление у нас другое. Я хочу дополнить с этими делами. Иногда у женщин бывает, что они так долбят, 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 там, надо сделать, надо сделать, но он еще не готов. Или он не в том настроении, или ему надо что-то, чтобы это сделать, да. И я иногда делаю так, что я просто пишу записку такую, пишу все на листочке. Так, вот эти все работы нужно сделать просто. Я даю поручение и оставляю, чтобы не капать на мозги. Понимаете, это очень хорошо действует. И он это принимает, прочитал, ясно. И он ищет потом, когда это сделать. Ну, конечно, если долго не делается, надо что-то как-то напоминать, как-то сказать. Я говорю, ты записку прочитал? Уже полгода прошло. Ты записку прочитала? Мне очень важно. Мне... А там даты нет. Да, но если очень что-то срочно, пишите даты. Тогда... Если вам конкретно надо, тогда все напишите. Или пишите там в WhatsApp, если так легче, да. Или даже если надо там что-то купить с магазина, тоже дайте знать нормально, потому что не надо капать. Это хорошо работает, да? Ну да, это из-за того, что у нас тоже мышление разное. Потому что он не может... Вот он не догадался. Ну как ты так пришел из магазина, а ты же мог догадаться, что и молоко надо было. А как ты не догадался? Вот и это уже виноград давно кончился. А что ты тут не мог принести? А, вот такое интересное. Еще одно. Ну вот, как бы... Мама собралась там где-то поехать. Ну вот на два дня. Ну и решила, что мужу ребенка оставить. Ну бывает так, да? Ну вот на два дня. Справишься? Ну постараюсь. Справишься. Ну справлюсь. Ладно. И потом. Ну что не справиться? Ну вот надо будет там это самое и в садик отвезти. Потом... Потом это... Потом он читает. Она тоже эту как бы записку оставила. А там такое написано. Так, когда утром встанете, тогда ты сваришь там такую кашку. Если она не будет эту кашку, тогда посмотри, вот там такой джем есть. Если это красный не будет кушать, тогда посмотри, желтый может быть поставь. И может быть ты тут будешь кушать. Так, когда уже будете там одеваться, ты посмотри. Если погода будет такая, ну ничего, тогда оденешь этот беретик там с этим помпончиком. А если вот немножко уже дождь там будет на улице, тогда ты посмотри, там уже есть такой, ну получше там шапочка. Так, потом этот розовый пальтишко оденешь. Так, а к розовому пальтишку надо вот эти такие носочки там какие-то, полосочки одеть. А потом вот эти сапожки там. Ну вот если будешь эти носки одевать, тогда эти сапожки не одевай. В общем, такое написано. Так, муж это все прочитал, прочитал. Так, и написал только одно предложение. Мы с Нашенькой сегодня в садик не идем. Мы остаемся дома. Все будет в порядке. Мы в дом. Мы дома остались. Так, это про наше помышление. И тоже, ну как, мужчины смотрят, они взгляд такой, лазерный взгляд. если искать что-то он так лазером так нету ты посмотри нету нету ну как нет ну как нету ну где же масло ну ну как есть масло дома я уже три раза посмотрел нету нету жена подошла к этому холодильнику она взглядом этого радара вот такой взгляд такой радар посмотрел ну как нету ну вот тут и стоит видишь на второй полке тут и есть ну так это тоже юмор но мы такие разные конечно но я хочу тоже пожелать просто научиться этому иностранному языку ну китайскому какому да и чтобы мы могли последневно быть наполнены вот эмоционально но тем что мы понимаем как любовь чтобы порадовать этого своего мужа или жену но чтобы он чувствовал что да действительно меня любят я чувствую я вижу в делах или в словах они наверное еще последний не сказала это без калин прикосновение да это тоже очень важно и как я бы сказала что эту минуту там обняться или просто проходя мимо руку положить на плечо или ну это тоже бывает что кому-то очень очень важно чтобы он в день получил свою дозу прикосновение свою дозу сколько но ему надо и тогда тоже он будет будет чувствовать что меня любит просто меня любит но так это я в коротко ну конечно и и наша интимная близость это тоже очень очень важные вещи так что будем любить друг друга любить и если если кажется что это очень трудно но я думаю что если мы в этом ну как полос белокси усилия в этом да и будем в том направлении думать про это что я хочу чтобы второй чувствовал себя что его любят да так что ну как будто бы просто но в жизни это бывает не так просто да и как узнать вот у нас был такой тест но есть такие три пункта по которым можно как бы нояус нояус понять можно да но это него не будет так точно если тест весь выполнять да я я могу чате дать один линк но он будет на английском языке и там можете быстро пройти и узнать точно какой ваш первый язык любви да потом нет сегодня нет первое первое такое проверить себя можно значит язык костя визорах что больше всего тебя как бы если кто-то ну как бы сказать если тебя постоянно не слышишь что что-то надо сделать да это тебе больно как бы вот если то постоянно тебе они прокрасаются это тебе как больно да как будто ты чувствуешь нелюбиме всего болит до отчего до чего тебе болит что вот этот второй делает или не делает вот он как бы я сказала вот он эти дела не делает я вижу что ну совсем не помогает и это так больно вот это уже значит мой 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 уже любви тогда потому что мне это очень про это больно и если ты что-то очень просишь постоянно постоянно вот это тебе не хватает да тебе ну пожалуйста ты побудь со мной ну пожалуйста пойдем погуляем где-то ну пожалуйста вот здесь ну пожалуйста пожалуйста ты много об этом просишь значит это Это тебе очень важно, и этого тебе не хватает. Ну, вот такой еще есть, как тест, да, тоже. А, и то, как я проявляю язык. Вот я хочу и сделать и обед, и постирать, и там то, и то хочу, и так, и сяк, по-всякому. Я как бы проявляю себя в делах. И, значит, это для меня важно. А, может быть, второму это совсем не важно. Он сидит и ждет, когда, наконец-то, обниму его. Нет, обниму его, наконец-то, поглажу по голове. Да, а это все может и подождать, вот это все дела эти. Вот так, так можно как бы проверить. Но есть еще такое четкое, там совсем по буквам, по цифрам, там можно очень четко, потому что говорят, что нет, у человека один этот язык любви, но есть один доминирующий. И потом, может быть, даже два или три могут быть эти вот языка. Ну, вот там надо тогда смотреть, да. Ну, где самый большой пункт, скажете, это уже тогда доминирует, да. Ну, вот так можно проверить по-быстрому, да, но можно и там поглубже. Я Еве оставила вот эти, можно, если интересно, можно потом проверить. Да, если, может быть, есть какие-то вопросы еще у вас. Как я узнала, ну... Какой твой язык? А, ну, вы сделали тест. Ну, вот я не прочитала, как теперь можно прочитать этот вот тест пройти. Это просто как опыт там, да, это вот ты смотришь, тогда вот... Да, ну, вот в том-то деле, вот я как говорю, я старалась там и то сделать, и это сделать, но я смотрю, это не так сильно радует, в конце концов. Ну, тогда уже начинаешь как бы щупаться, что это такое, да. Вот, и только с годами ты понимаешь, что это совсем другое человек ждет. А может, мужчины, другое мышление, и те, как он не видит, на которых раньше вы ожидали, да? Ну, да, ну, мышление и да, другое. Конечно, у нас совсем радикально даже... Вот мы думаем, как он вчера говорит, у нас это голова макаронная такая, да. В одном конце там взял этот шнурок, а там еще в втором где-то это все вот так. Ну, да, а мужчины, вот эти ящики, да, ну, вот это нам не понять, что коробочки какие-то. И одна коробочка, где человек ничего не думает, это вообще непонятно. Как это? Мы же все время думаем. Как это можно зайти в такую коробочку и ничего не думать? Вот непонятно, что такое тоже может быть. Так что, ну, учимся мы, вот, как бы, учимся. Чем дольше живем, тем опыт набирается. Понимаем лучше. Нет, 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 он потом расскажет. У нас, у нас все, у нас все второго конца получилось, да. Да, да, совсем. И потому еще говорят, что вот эти браки, которые, ну, как бы сказать, апрекиены, по расчету, они даже стабильнее и такие надежнее даже, потому что там уже люди решение приняли. И вот это тоже решение, что я буду своему мужа любить, вот это, это есть то, что, это действие, это, вот, я действую, и я решила, что я буду его любить, значит, я буду делать все лучшее для второго человека. Это уже я, как бы, себя на второй план ставлю, да. Мое эго на второй план пошло, и все, что для него главное. Вот и в том числе и этот язык любви. Нет, нет, это решение просто, что я решила, я буду любить. Решение, это основано на какой-то основе? Да. На какой-то влюбленности, на какой-то отчетке, если разу? Просто так, если мы, если мы, мы, мы были без Бога, мы были только. Мы были без Бога, да. Тогда нам такое решение тогда не было, тогда не было такого, нет. Вот чувства были, но это было, вот то, что я говорила, это не любовь, это не было любовь, нет. Да, 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 ну, есть люди, которые вот тоже вместе сходят, вот мы божьим жизнь, и начинают познавать друг друга, и тогда решают, я буду его любить. Да, 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 и тогда приходит любовь. Любовь – это действие. Действие. Любовь – это труд. Да. Конечно, это очень большой и сильный труд. Аминь. Я соглашаюсь. Очень-очень большой труд. Еще в Библии есть такой стих. Муж, который не любит свою жену, не любит сам себя. Хороший стих, да? И вот как наоборот, да, она сказала, что я только думаю о этом своем муже. И также наоборот, если он думает только обо мне, тогда тоже все классно, правда? Друг за другом. Все происходит. И еще один стих напротив этого, я не буду за то, что, знаете, этот самый популярный, этот, нет, но для жен стих такой из Кайр Салман Памаций. Да, притчи, 31 глава, 31, да. Нет, самая последняя глава, притч. Да? А мне кажется, 31. Первая про жену была, да? И она, там сказано, она делает только добро ему всю свою жизнь. Вот классно, да? Где такая жена? Ну, классно. Я шучу. Спасибо.